прекраснейший маринад для озерной или речной рыбы в этом выпуске друзья сегодня готовим карпа можно приготовить целиком или как мы поделить на стейки как с этим справиться и избавиться от запаха тины в этом выпуске друзья я обнимаю вас душой полетели итак карп друзья в моем случае зеркальный только потому что у него меньше чешуи для того чтобы разрезать его на стейки использую дополнительно кулинарный молоточек кости у него уж очень крепкие и просто ножом разрезать практически женщине нереально ну наверное мужчины справились бы плавники также всегда удаляю единственный момент друзья берите лучше нож покрепче бывали случаи что наши у меня ломались или просите разделать рыбу в магазине если не хотите возиться вот такая тушка у меня получилось можно было бы запекать целиком но об этом немножко позже карп у нас довольно крупный более двух килограмм поэтому я решила приготовить еще и заливное тем более что голову никто в запеченном виде есть не будет также как и хвост отправляю все в кастрюльку добавляю соль перец горошком лавровый лист морковь лук отвариваю в течение часа потом все очень просто разбираем удаляем косточки разливаем по тарелочкам остужаем и наслаждаемся как сказала прежде тушку можно запекать целиком но я бы посоветовала в этом случае сделать надрезы для того чтобы маринад хорошо пропитала рыбу иначе шкура у него очень плотная толстая и навряд ли маринад проникнет как следует во все ткани любая озерная или личная рыба может обладать запахом тины поэтому нам очень важно хорошенько промариновать рыбку кстати вот посмотрите нарезала сейчас стейки толщина примерно два два с половиной сантиметра это будет хорошо и будем мариновать кстати сегодня рыбку я буду запекать с овощами больно уж мои дети любят но это совершенно необязательная программа можно запекать и самостоятельно маринад очень простой берите любую зелень на ваш выбор у меня укроп и петрушка именно она отлично справляется с запахом тины и также лимон это очень важный момент лимон или уксус столовый любой яблочный рисовый кто что больше любят выберет и также нам потребуется оливковое масло оно необходимо для того чтобы рыба равномерно румянилась теперь добавим специи приправы для вкуса я выбираю сегодня сушеный чеснок больно уж мы его любим соль и свежемолотый черный перчик вы же выбирайте на свой вкус любые любимые ароматы подойдут сейчас хорошенько укрываю рыбку маринадом и отставляю в сторону мариноваться минут на 30 при комнатной температуре этого более чем достаточно но если подержите дольше или уберете в холодильник на подольше тоже будет прекрасно дело у меня осталось за малом нарезаю овощи хочу сразу сказать предыдущий наш опыт с антрикотом был просто великолепный свекла получается очень очень вкусно что с мясом что с рыбой поэтому пробуйте запекайте весьма советую ничего кроме оливкового масла и соли я добавлять не буду потому что рыба отдаст достаточное количество ароматов овощам и это вот великолепно единственный нюанс овощам нужно намного больше времени на приготовление поэтому я отправляю их отдельно в духовочку запекаться на 30 минут режим духовке верх низ конвекция 180 градусов после чего достаю добавляю в противень немного водички и сверху уже укладываю рыбку запекать будем все вместе 20-25 минут при тех же параметрах духовки верх низ конвекция 180 градусов и этого времени будет более чем достаточно для полного приготовления рыбы и овощей ну а если вы решили приготовить рыбку без овощей точно также выкладываете ее в противень на пергамент воды не добавляем параметры духовки все те же 20-25 минут оставляем на запекание но тут я бы немножко еще присыпала панировочными сухарями они дают особенную хрустящую корочку пробуйте друзья тут уже каждый выберет сам удива дивная чудо чудное и не поспорить подавайте друзья прямо в противень вот так на 100 очень аутентично смотрится на вкус это блюдо тоже абсолютно бесподобное дождаться мы не могли когда уже усядемся за стол и все это дело ответы таким насыщенным получился этот выпуск друзья как мне кажется очень много полезной информации пишите как вам а я буду прощаться совсем скоро увидимся целую люблю обнимаю вас и пока